привет всем добрым людям с вами елена и садовые мастерские кью мы сегодня в гостях мы вообще последнее время ездим по гостям по садам наших заказчиков и сегодня мы приехали к нашей обожаемой фариде фарида наша заказчица вы с ней уже знакомы она уже снималась наших роликах на наша заказчица и наш консультант по вопросам решения которых необходимы жизненно необходимо любой компании ни одна компания без решения этих вопросов существовать не сможет нам повезло у нас есть консультант фарида и сегодня мы приехали к ней в гости посмотреть на ее сад посмотреть на наши изделия в ее саду мы приехали всей компании здесь уже александр высоконов он стрижет растения возьму теперь у нас там целая команда целая бригада мы ездим снимаем стрижем устанавливаем наши изделия у нас прямо жизнь жизнь ну пойдемте пойдемте в сад сейчас я обойду с той стороны постучимся и фарида нам откроет я надеюсь ну а пока мы ждем пока фарида нас пустит немножечко предыстории по ряда занимает этот сад этот участок семье уже давно но занимается плотно садом огородом фарида четвертый год насколько я помню ну она скажет расскажет готовы сниматься готовы рассказывать вот и на самом деле за вот это время очень много сделано в саду очень много интересного и у фариды самый настоящий огород и при этом он красивый то есть декоративный огород но при этом полноценный огород который дает урожай это очень интересно и большая редкость на самом деле чтобы это было и красиво и с урожаем а мы-то как рады вас видеть мы только микрофон на вас должны будем надеть чтобы вас было тоже слышно я могу прям с порогу начать расскажите предысторию сам я уже начала говорить что участок в семье давно но на занимаетесь вы плотно им уже будет четвертый год да да когда вот ты вышла на заслуженный отдыху и вдруг вот появился другая 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 тема у меня с удовольствием я хочу начать с ваших приобретений с моих приобретений в кьюгарден давайте начнем это очень приятно да вот поставила недавно но наверное месяца 4 он у меня стоит это поразительная вещь у меня столько птиц сейчас просто они нас всех испугались и я наконец-то увидела дятлов я увидела снегирей а синички еще какие-то невероятнейшие птицы ко мне стали прилетать а вот я стала класть сюда орешки я могу даже показать вот но специально коробочку коробочку да чтобы не промокал вот орешки и семечки я покупаю специально для птиц они просто подешевле стоят вот но немножко совершенства что белочка могла это для белочки это не для птичка для белочки чтобы она могла вот сюда вот забраться белки были на съемках пока не не сохранились не так часто как хотелось бы конечно но они только видимо привыкают но когда я тут перестаю им что-то сыпать у меня есть 2 как бы скворечника ну там уже свой вот они туда залетают доедают там вот великолепная вещь для детей восторг вот просто восторг наш такое количество птицы а мы начинаем смотреть оттуда детей слава богу хорошее зрение они тут и дерутся они тут и договариваются и с той стороны даже можно посмотреть поведение птиц особенно когда у них появляются дети птенцы нашим я здесь вот скворечника вот там и вот там вот этот скворечник был занят то им конечно удобно они когда устают они сюда поседают у них своя тут столовая вот с кошками немножко не договорились мы но буду ленту делать антикошку буду делать да паильник поставила но пока я не понимаю его надо как-то часто видимо менять не было жаркого лета поэтому лужи есть канавы им езди попить вот но я думаю когда жара он будет просто востреба периодически меняю воду и тут у меня получается столовая для птицы я прям вот рекомендую вас тут такой красивый стол прямо это на зингере это зингер ну это немецкая фирма немножко по-другому называется зингер вон написано зингер у них там разная модификация на имеет две буквы rg ренат гена это не просто так это мои сыновья и я вот не удержался здорово а вот этот вот камень это же это настоящий гранит на улице можно только гранит он как бы выдерживает морозы снега влажность мрамором помягче гранит это на века и каждая оказывается плита имеет свое имя я посмотрю потом скажу то есть это не просто гранит оказывается гранитные плиты имеют свои названия том месте где их добывают сразу дают и причем женские именно надо же несмотря на то что гранит вроде как мужской мужской рот да вот и очень удобно конечно стол стол в саду это я думаю как я раньше без него обходилась но дело в том что у меня здесь грядки поэтому здесь я тут что-то раскладываю туда значит очень веселые вот эти вот у вас получились укрытия дуги прямо они настолько вот в вашем стиле вот это вот такое вот яркое радостное да и я имя тоже довольна даже когда были морозы 9 мая если вы помните помним помним я все это накрыла вот и все это слава богу в цвету вот ранее и от птичек же тоже можно накрывать да 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 но если честно на вот ваши дуги все равно мне хочется приобрести я покажу где у меня эта грядка стоит она прям вот на самом видном месте а мне ваши дуги тоже очень нравятся лена ну они да они разработаны специально в принципе они делались для роз потому что у меня у самой была такая проблема но в целом они годятся и для грядок у меня там есть небольшая такая грядка она там под определенный функционал и думаю нет вот эти дуги туда точно не пойдут мне нужно вот ваше ваше в деле так здорово сейчас вот эти водосборы здесь прямо очень романтично да это вот водосборы которые растут в нашем регионе вообще я где-то услышала и рекомендую другим людям посмотреть что у вас хорошо растет за забором значит это у вас обязательно примется ну не имеет смысл скажем сказать кактусы когда они здесь не растут да вы есть любители вон там александр у нас а пункция у него есть саду а александр мы еще поздороваемся конечно занят александр это уникальный человек моментально за 10 ну давайте не буду брать на 20 минут и из чубушника мы его сделал просто архитектурное произведение мы сейчас к нему да это было вот все вот так вот и вдруг это раз и это вот архитектурно да очень красиво да это хочу вот про это про этот гортензию да я увидел это первый раз когда мы были с вами в саду у елены да и когда я это увидел я сказала это точно должно быть у меня кстати 22 мы к ней едем вы к нам да ой с удовольствием присоединюсь потому что от этого сада это суббота суббота ну подумаем да подумай сейчас вот быстро не смогу это вот благодаря той гортензии которую нее благодаря вам прежде всего что вы мне показали какие бывают еще сады я вот это оттуда списала ну это же прекрасно и причем у меня на это сейчас не на то еще на третье я думала какая-то да выживет приживется и они в любом случае приживутся и просто нужно какое-то время чтобы освоить это место и пойти в рост лианы они обычно вот где-то года два-три они думают они там растят корешки а потом выстреливают у них такая особенность большинства ну понятно что однолетние или там ликлиматисы они могут сразу рвануть но на эти вот древесные все они вот так вот себя ведут даже тот же вот виноград девичий который вот он поначалу очень скромно себя ведет а потом заявляет о себе да 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 не проходим мимо так не проходим да 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 я очень довольна тут я говорю тут каждый пятачок это знаете вот это все кьюгарбан вот и меня вообще не хотела покупать лечузовские как бы ну это дорого и так далее купила зимой со скидкой рекомендую всем зимой этим вопросом заниматься шлеты мои конечно дорогого это лечуза да это лечуза прям настоящая вот еще то из тех времен я не знаю может сейчас тоже немецкие присылают и конечно вопрос на что поесть там они тоже предлагают свои предлагают свои крепления да ну как-то я вот привыкла понадежнее потому что место они такие довольно таки тяжелые получились да вот и вот посмотрите и это все покрыто вашим лаком усилен цвет это ржавчины да усилен лаком и они прям вот они какие-то прям насыщенные вкусненькие вкусненькие скажите как шоколадки шоколадки очень и главное так сильно смотрится но вот но вот хорошо что не стали дополнительного декора пить я думаю что цветы на самом деле они самодостаточны в этом смысле я всегда вам делаю комплимент вы видите в объеме я конечно бы тут птичек бы налепила бы то бабочки они бы только мешали да алибо там своими пиларгониями заниматься тут какая-то птичка чем она здесь когда поставила я говорю лена конечно все угадала все я считаю что можно до их запускать уже в серию предлагать до такой вариант вот друзья у нас тут прошли испытания наши кронштейны для ящиков и я думаю что такие кронштейны надо надо запускать в серию вот эти вот лечузовские фирменные ящички стоят на фирменных кронштейнах от кью да от кью здорово причем у них там цвета есть серые белые это все это все решаемо зависимость давайте подойдем к значит дело в том что здесь вообще был был так вот гортензии были да вот но пришла зима вот немножко не подрассчитала я сюда снег еще бросаю все это у меня тут под замерзла и так далее но это гортензия выставила одна единственная но не единственная тут есть еще одна она была вот с кустодержателем я ее купила этот кустодержатель как пробник но поставить посмотреть на что слава богу вот у нас есть у вас такая возможность прийти поставить посмотреть и принять решение естественно у меня тут уже прижился можно сказать брос и вот это гортензия у меня выжила не поломалась я тоже пришла к выводу что в целом они не мертвы они больше страдают от того что вот снег на них если скидываешь вот это вот у них кора тоненькая и она обдирается вот этим снегом у меня так две картензии погибло да да одна и одна не погибла пошла заново снизу 1 вообще полностью погибла и именно вот я пришла к выводу что она весной когда снег сошел выяснилось что у нее прям вот содрана кора естественно да ну вот ну вот это вот это вот все спасает и как бы вы делали вот так мешковинкой делала и вот он единственный опять же пробный у меня так вот висят это проба пера в общем-то и хочу сказать что прям очень очень-очень с первой попытки а мне так это нравится экспериментировать так раз 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 в общем-то куссодержатель меня а что здесь было до того момента когда вы начали увлекаться вот эти вот до вот этих вот таких вот ну если вот здесь вот стояли вот эти тучки они не но они не растут высоко но они от снега стали вот так вот падать их обратно вытягиваешь они не встают и то есть получается не очень удобная штука ну понятно что сосны вот эти вот а с самого начала мы заехали здесь были сосны и вот эта китайка была яблоня да да яблоня потом уже досадили спире потому что саду так но если генки моему 19 то вот и плюс пять лет мы еще строились но к саду подошли очень поздно ну понятно за стройкой были другие приоритеты приоритеты были другие вот сосны точно были китайка стояла и вот как оттуда все и пошло значит держатель для пионов вот здесь прям вот явно видно что вот этот пион без этого держателя посмотрите он бедный мы его и не видим как он светет и так далее это мое следующее приобретение будет точно потому что ему не хватило пионодержателя красивейший цветок вот так вот он у нас сник и что-то я как-то до него как-то не недорассчитала да я смотрю все-таки переломались немножко такие дожди были не не подняла до конца то есть я к это к этой опции только вот приучаясь приучаясь да приноравливаясь да то есть вот вот тут как раз вот видно что можно я вот сюда да можно прям вставать здесь есть ничего шаг вот то есть по идее вот эта паутинка должна оказаться где-то вот здесь лен а когда вот определять вот эту вот высоту то же у него уже вот бутончики вот и у него когда вот эти вот кулачки он уже сжимает свои то есть можно уже прямо почти практически под кулачок под кулачок еще немножечко вы вырастете как раз вот эти вот там 15 ну вот такие дожди конечно как вот в этом году когда несколько но до месячных вы выпадает за одну неделю то конечно мне один пион выдержала на этом на опоре один вообще в салат крошила вообще просто там я не знаю что там происходило но это стихия тут уже ничего не сделаешь но вот обязательно надо для третьего причем самый красивый у меня этот пион но поздний держался до последнего думаю успею как бы этот контраст вам рассказать но вот пока так не просто да я когда он мне только вытолкнулись они я боялся я в дырочки эти не попаду поставила а он еще вот такой вот был потом он как-то это я чуть-чуть подтянула потом что-то думаю да не стоит нормально если бы не такие дожди вот такие прямо вот мощной стеной то конечно бы он выстоял такие обычные до летние дожди один какой-нибудь ливень то это конечно бы да ну вот когда вот это вот ливень за ливнем и прямо вот это вот бесконечное то тут причем я помню подушка сказала ты обратила внимание как пионы цветут обязательно обязательно дождь но дождь дождю рознь поэтому на этом году конечно нам с пионами вот с этими с крупными ну так хоть и цветение увидела обычно вот если не когда раньше это не стояло у меня все вечно там но приходилось подстригать и ставить да и ставить вот это тоже здесь вот к сожалению у нас неудачно попал снег здесь тоже кустодержатели я здесь решила вот с гортензии поиграться также как там наш там эксперимент оба сошелся кстати говоря пока пиона нет можно вот пока он там до весной на 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 зиму ставить вот эту паутинку на него и тогда он будет разбивать мне конечно там айсберг упадет отлично и ничего не это вот прям наша тема да еще делать не мешковинку тоже желательно потянуть потому что даже стещается снег вот это вот можно поставить это получит такую ретировку да но когда перерастет гортензия уже это уже другая другая будет история может быть какие-то эти снега как они называются да есть такие вот тут надо вот кстати поставить эти такие да крючки я забыла как они называются в общем которые снегозадержатели что-то вот в этом роде здесь уже александр поработал да красивый и аккуратно и прямо моему брату очень нравится после александра заходить я понимаю вот это вот ради чего потому что он согласен селу как бы без кустов лишь бы была вот чистая площадка когда вот так вот туда подравняли все и кусты и не площадка и площадка да и все довольны и все довольны ну вот опять же каждый шаг он к югардон здесь о себе говорит как она хорошо здесь стала а вот они прям вот две подружки вот она левая в рог то она право вот две подруги с обеих сторон встали даже вот хотя в планах было все немножко по-другому и потом когда я зашла вам к вам в цех увидела ребята как это ваяли по вашим экскизам и так далее я просто влюблена в них они прям подруги явно вот родственники вот и потому что золотые шары точно надо подвязывать у меня что-то там было невероятно в прошлом году любите вот это растение золотые шары но какое-то значение для вас вообще-то все из детства у меня у бабушки были золотые шары и я хочу часто ее вспоминаю и у меня ассоциация с золотыми шарами еще конечно эти какого цветы сейчас мы к ним подойдем тоже слушайте ну вот я очень рада что виних такая опора шикарная такие растения которые именно вот с поколениями связанные они не просто так спросила золотые шары это вот у многих вот бабушки вот эту бабушку я не знаю как насколько это будет у меня долго это блажь но вот прям вот я захотела ну если вот это вот сыграет вот так вот как вот вы себе представляете я думаю что почему бы и нет цветок эффектный единственная его проблема это вот это вот это октябренка она очень высокая же низкие сорта это вот высокий сорт и он у меня вечно значит таким крабиком я надеюсь что эта опора мне поможет его как-то увидеть правильное его цветение в такой в лужице правильное ну как бы а вот это вот рядом и а значит да да потому что я его только в этом году увидел как он будет вот такие вот я в прошлом году его покупала подружки подарила и там у меня было два цветка я еще клеома туда сажала и думаю вот это паскойник или клеома что что у меня вышло нет это клеом она же однолетняя получается да но она не вышла ну естественно и было бы странно если по новости вот пойдемте посмотрим на чубушник который александр да обещали посмотреть жалко что до не сняли а ну мама можно иметь представление короче появились это молодежь а вот дед то что здесь все было так вот за за рощи на вигелой об этом уже не будем да и она прям целом замерзла все мы тут подрезали и чебушники начали о себе заявлять как от центровых как бы растениях вот и к вот сейчас александр сделал архитектурно ножки она мага ну как то вот он здесь он приподнял его и получился такой грибочек который я только в картинках виден если честно ну вот тут у вас вот взрослый взрослый вот лет 15-20 точно у меня вот как только первый раз начали мы тут засаживать все вот то его посадили мне вот у вас тоже как картинка ну так то и да ну вот александр в прошлом году над ним поработал а то есть это тоже да да он просто приложил да он в прошлом году над ним поработал и вот сейчас он его датининговал как я скажу лена это ваша мискантус мискантус да я ему отдельное место хорошо я думаю там вот с этим с верони кастром а вот эта вот центральная кубочка да я прям его ждала а вот но он вообще должен даже подсвести в этом году там такой кусочек хороший да но я надеюсь на этом на следующий год точно да как вы говорите вкусняшкам всякого ложила выпить и закусить да 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 вкусняшками положил надеюсь вот увидеть я первый раз увидел это в вашем саду потом увидела ночь многих блогеров я надеюсь но это вот хороший сорт он никуда не не ползает хорошо он держится сам хорошо нарастает и александр здравствуйте да мы виделись конечно чего уж тут да мы мы в моем саду уже не виделись не хватает микрофона для александра но мы наверное александр дадим слово чуть-чуть попозже сейчас мы да я закончу да а а а Короче, есть такая понятия, как феншуй. Так, да, есть такое, да. Это зона. Феншуй отвечает за финансы. И здесь у вас капуста, я понимаю. Поэтому у меня здесь капуста. Когда-то я здесь сажала капусту декоративную. Вот, и все было хорошо. Потом она, ну, знает же, я передумала. Потом у меня начали, значит, то здесь, видимо, клещ его схватил. Пришлось их в этом году демонтировать. Я вот на самом деле думаю, что здесь. Поэтому здесь пока переходный период. Экспериментируем с феншуй. Это специальное кокосовое покрытие, чтобы... Кокосовый мат, да? Кокосовый мат даже. Это вы сами вырезали? Да, это я вырезала. Ну, там вот блогеры разные предлагают варианты. Можно выжать. Там с какой-то баночкой они ходят с углем. Так шур-шур-шур. Ну, мы вырезали. Посадили. Капуста не хватило. Фарид говорит, брат говорит, посади синюю капусту. Он говорит, это евро. А вот, я говорю, Фарид, если рассаду останется, ну, там питомники, просто у меня сейчас машины нету. Я говорю, обязательно попробую. А вдруг чем, бог не шутит, да? Да, да, да. Вот такая интересная история. Поэтому здесь посадки еще не закончились. Пока просто территория гуляет. Ну, есть такое понятие, что иногда нужно, чтобы погуляла, чтобы пришла какая-то мысль. Тем более, это вид из окна. Здесь у меня раковина. Здесь должно вот все как-то быть приятственно. Поэтому думаю. Ну, я думаю, что растущая капуста. Капуста будет греть душу. Да, да, да. Но потом все-таки придется что-то такое посадить, которое уже будет. Вот расскажите вот про забор. Прямо вот это такая находка на самом деле, вот эти вот расписные заборы. Ну, вот опять же, вот смотрите, опять вот Кьюгарден. Вот ну куда без него. Вы обратили внимание, вот здесь вот у меня кусточки, вот такие вот. И тут же у меня шарики. Тут и тут. Ну, как бы продолжение. Это как в Бородинской панораме, значит, 3D. Да, да, да. 3D. Вот. Забор пришлось покрасить, когда здесь было пусто. Ага. Вот. И так как туйки были маленькие, ну, которых сейчас уже нет. Вот. И мне как-то вид из окна, все это как-то мне хотелось. Грустно в забор, да. Грустно в забор. И я пригласила потрясающих художников, они здесь, мы, Тищев. Вот. Посмотрела их не работа. Я говорю, мне что-нибудь, вот, чтобы я глаз отдыхала. У меня даже соседи приходили, смотрели, говорят, слушай, круто. И пространство расширяет. Да. И, казалось бы, цвет, ну, можно было, причем вот интересно, опять же, художники, они, как и Лена, я всегда говорю об этом, в объеме видят хорошо все правильно. Мы, конечно, не все так умеем видеть. Предлагали формы такие законченные, знаете, вот, как бы вырисованные голландские там натюрморты, да. Все это можно сделать. Но абстракция, к счастью или к сожалению, вот она вдаль, ее все видно, а там домысливо. То есть, такую перспективу они создают. То есть, это было бы просто так обои, да, вот эти цветочки, там такие вот прям законченные какие-то сюжеты. А это как будто бы это продолжение сада, как заимствованный пейзаж. Да. Вот. Да. Расскажите про Иргу. Ирга, к сожалению, до встречи... Так вот я сделаю, чтобы было ее видно. Да, до встречи с вами, я думала, что в синистом саду цветет только Ирга. У меня тут самое темное место. Это у всех такое место есть между забором и домом. Вот. Где ты не можешь ничего посадить, кроме папоротников. Ну, на папоротнике... И я посадила Иргу. Она, к сожалению, эта Ирга не... Ну, это 20 лет назад все было посажено. Она не сортовая, потому что сейчас потрясающие сорта Ирги. Они у меня высажены в том части. И, по-моему, в прошлом году мы даже ягодки какие-то пробовали с вами. Да-да-да, я помню. Вот, а сейчас вот буду разговаривать с Александром. Может быть, он мне подскажет. Может быть, мы с ним макушечки все-таки подрежем, что-то сформируем. Потому что оттуда солнце идет. Здесь солнца нет. Может, он что-то подскажет. Но он мне подсказал, что сюда лучше всего посадить тис. Да. И вы сейчас увидите, как его рекомендации я исполнила. Да. Вот, опять же, благодаря встрече с вами все поменялось. Вот они. Вот они, зайки. Зайки маленькие. Да. Это действительно очень теневыносливое растение. Оно совершенно не вытягивается, не редеет, не лысеет от того, что оно в тени. И здесь такое защищенное место, поэтому оно здесь не будет не гореть. И он перезимовал неплохо. У меня у подруги вот замерзли они все-таки. Вот эти малыши со скидкой. А вот здесь они как-то у меня... У вас тоже малыши со скидкой? Да, Дарвин я покупала вот в последних числах ноября. Тут как-то... О, совсем под зиму-зиму, да? Да, вот этот у меня поломался. Я его вот бантиком завязала. Вроде ничего. Бантик вот там посмотри. Да-да-да, чтобы у меня это не... Да, я его подвязала. Ну, куда от Кьюгардона никак. Рудбеки здесь. Рудбеки. И вот мне подарил наш сосед... Корягу очень. Корягу, да. Я ее так подвесила даже немножко с рудбеками. Как-то это в тенистом месте. Мне очень понравилось. На фоне папоротников вообще мне... Ну, мне нравится. Хорошо. Самое главное, чтобы вам нравилось. Да-да. А там, если что-то надо подкорректировать, я готова подкорректировать. Так. Вот это вот та самая... Выходим на солнышко. Да. Это вот та самая грядка, где я хотела бы поставить ваши... Вот эти вот красивые дуги для грядок. Ну, тоже подумаем. Вот это вот кустодержатель Фарида. Да, это сделано специально для Фариды. Да. Вот это вот. Это, конечно... Восточная такая тема немножко. Произведение, да. Это произведение. Когда мы заходим оттуда, я сразу вяжу это. Зимой я вешу... Повешу игрушки. В этом году ничего не было, по-моему. Я вот не помню. Да, не-не-не. Мы ее ближе к весне. Да. Если не весной уже. Хочу уже там, ну, подвесить. То есть и зимой это будет празднично. Ну, а сейчас у нее функционал. Это и жемалина. И жемалина в прошлом году так получилось. У нас ее там съела муха какая-то. Забыла, как называется. В этом году я смотрю на то же, да? Вот это что такое? Вот не понимаю, макушка. Но в этом году вообще у всех с макушками проблемы. Девятого, после заморозка, девятого мая. Думаете, подмерзла, да? Я думаю, что подмерзла, потому что остальные все как-то в порядке. Ну, посмотреть. Да, да, посмотреть. Вот это одно из любимейших произведений, которое у меня в саду. Ну, оно такое яркое. Я ее поэтому... Ну, как вы. Я же смотрела на вас и делала ее. Вот, портрет. Почти портрет. Почти портрет, да. Держит ее же малина. Она будет высокая. По ней видно еще июня не закончится. Она уже вот просится. Она будет где-то под 3 метра, наверное, там заявлена. И она зимует так вот, да? Вот с этими вот такими. Ну, по поводу зимовки я посмотрю, потому что даже вот розы говорят, которые там зимуют, не зимуют, все равно надо укрывать. Но вообще хочу в этом году укрыть. Ну, хотя бы посмотреть. Не буду рисковать в этом году. Просто в прошлом я уже в сезон ее подрезала. Она... Галловая муха, по-моему, это называется. Которые такие вот вздутия, да? Вздутия, да. Да, я просто ее уже из питомника привезла такую. Я не заметила, а потом раз увидела, думаю, нет, дружок, я тебя подрезаю. Как раз у нас это был еще вот разговор, какие здесь будут просто держатели. Вот это у меня лунная дорожка. Лунная дорожка. У нас опора для пиона сработала. Вы знаете, вот эта опора, она самая крутая. Вот несмотря на то, что у нее весной такой видок, ну, соу-соу, 50 на 50. Ну, это просто решеточка. Да. А как функционал, конечно, вот это... Ну, и здесь пион не такой крупный, как там, да? Или все-таки крупный? Нет, здесь пион крупный, здесь я вовремя подтянула, здесь я все это увидела. Простите, это у меня как-то еще. Это у вас на автомате, да. Да, да, на автомате. Вот этот пионодержатель, я, кстати, в вашей передаче, не помню, у кого были в саду, тоже видела, у нее точно такой же. Вот не вот паутинка вот эта, но паутинка, потому что там все-таки у меня такой парадный выход, и там оно будет всегда. Да, а здесь вроде... Да, и паутинка здесь, потому что здесь дорожка, чтобы за этот уголок не цепляться, паутинка такими уголками же сделана, здесь как бы решено было поставить просто колечко, и вот оно хорошо сработало. Я довольна. Ой, мне очень понравился. Функционал вообще стопроцентный, вот если есть возможность, то такой бы я бы еще бы... Ну, туда все равно придется мне паутинку купить, но там уже задан как бы стиль. Как вообще вот эти вот луноходики сработали? Как вы довольны? Ну, все видят, что есть крыжовик, вы знаете. А дальше не видно, да? Да, а дальше не видно, мало того, он грибковое заболевание быстро подцепляет, потому что он лежит на земле и так далее. Но это первый год после установки, потому что... И солнышко он больше получает, ягодки должны быть слаще, по идее. Вот, и знаете, и такое ощущение порядка, вот бывают такие персекционисты, как я, которым нужно вот это ощущение необходимо просто. Творческий беспорядок, немножко диссонанс какой-то вводит меня. А вот это вот я так говорю, так, товарищи, вы все в рядок, вы все как бы у меня тут это, и корой я подсыпала, как по вашей рекомендации у вас, я видела, мне тоже очень все это понравилось. Ну, удобно, да? Скажите, можно совершенно спокойно туда наступать, ходить там, и ничего там не происходит. И ничего там не происходит, да. Это я вот пересадила бак и выжила. Нельзя майки пересаживать, не любят пересадки. Может, еще отойдет? Может, значит. Вот. Купол. Купол, купол, купол. А я думала, мы вот так сейчас пройдем через огород и придем к куполу. Ах, а давайте так. У нас же вот здесь еще вот... Да, вот кустодержатели наши. Значит, здесь у нас была очень долгая история. Да, мы не знали, как нам... Здесь несколько кустов малины посажены. Причем они посажены не рядами, ряд только вот здесь малины, получается. А там несколько больших кустов. Это малиновые деревья, да, правильно я понимаю? Да, малиновые деревья, так и называются они. На разных сортов, но малиновые деревья. И там вот в итоге все-таки вот Фарида, да, как бы последнее слово было за ней поставить вот такие вот обелиски. Чтобы они с ними разговаривали, с крыжовничными. Да, шарики, то есть тема шариков, да, продолжается. И на кустодержателях шарики, и на вот этих обелисках шарики, и на фариде шарики. И вот здесь тоже шарики. Это вот малиновая держалочка. Да, вот здесь когда все подрастет, это все малышами куплено. Пока не видно, что это дерево, да, но в перспективе это дерево. И вот мы натянули такие тросики по рекомендации Лены. Вот, и вот здесь вот они должны как-то разместиться, думаю, легко. Ну, по идее, да. То есть это, на самом деле, вот эта вот классическая подвязка малины. Тут моя, как бы, заслуга только в том, что я сделала это не крестами, а вот этими такими вот улыбочками. Улыбочками, точно. Потому что когда вот эти вот, да, кресты, они очень функционально ставят два креста, между ними натягивают. Ну, это ощущение маленького семейного кладбища, оно как-то вот немножечко это... Меня лично напрягало, и я решила сделать свой вариант опоры для малины. Удачный. Удачный. Сейчас вот малина подрастет, и еще раз протестируем уже в деле, но так... Снимаешь эту штучку? Смотрю. Да, это... Мне нравится. Вот мне нравится. И я надеюсь... Причем мы и посетители сада, вот кто приходит, всем все тоже это все оценили. И сразу считывают, да? Считывают, да. У меня еще не было, не было еще тросиков, и малинка какая-то была маленькая. Говорит, слушай, а это что, для малин, что ли, вот так вот? Я говорю, ты-то как поняла, малина где-то там еще была. В зачатке. Да, он говорит, ну, слушай, хорошо придумали. А потом, ну-ка, один товарищ говорит, я тоже так могу. Я говорю, нет, ты не сможешь. Ну, улыбки нужны же, ну, какое-то творческое начало в людях. Нет, если люди могут, то, пожалуйста, мы совершенно как бы не против, чтобы кто-то там своими руками что-то делал по нашим вот... Здесь одних рук маловато. Нужно это уметь увидеть, нарисовать в объеме, и чтобы это было с улыбкой. Да, с улыбкой. Да. А так просто... Можно пройти в вашу хозяйственную часть? Давайте. Куда идем? Вот туда. Да. На самом деле, когда мы первый раз были у Фериды, я была потрясена. Я еще не знала, что передала финансист, что вот это вот все, вот это порядок. Я тогда спросила, да, финансист? Да, финансист. Все по полочкам. У каждой вещи есть свой крючочек. Все на месте. Все идеально. Просто. Это еще не все. Мы еще сейчас с той стороны зайдем. Просто оцените. Для меня, конечно, это просто идеал. Насколько все вот функционально. А вот это вот приобретение, да? Да. Это вот, кстати, я увидела опять же в вашей передаче. А это Фарина стояла. Вы сказали, что там все вкусно, да? Очень вкусно получилось. Это мы были у Мирабы и Татьяны. Я смотрела эту передачу. Да, да, да. И вот как раз вот из такой штуки нас кормили. Вкусно же нам было, Юль. Очень, да? А что делали? Там не прохорится, да? Шашлык делали. А, шашлык. Да. И что-то и свинина, и курица была, по-моему. Насколько я помню. Да? Ну, было вкусно. Было вкусно, да. И овощи, по-моему, тоже там были. Картошечка, картошечка молоденькая была. Очень вкусно. Ой, вкусно. Полный рост в ней. Ну вот посмотрим в этом Ютубе, что из этого изготавливают. И прям... А это вот еще один гранит, да? Да. Вообще началось с этого стола, потому что мы тут разделаем Курбан-Байрам, когда у нас брат заказал, чтобы был стол, где можно было порезать мясо. Потому что это делается на улице. Вот. И началось вот с этого. Это станино-подольский машиностроительный завод. Это из-под швейных машин подольских. Да, таких уже промышленных, да? Да. Это чугун, и он довольно-таки устойчивый. И мы из-за, скажем так, из-за другого материала уже это так не сделаем. Ну, это еще сейчас с металлом, наверное, проблема. Ну, вообще очень круто. Да, и вот... Этот камень ее уже зовут по-другому. По-другому. Другой рисунок, это уже другое женское имя. Здорово. Пойдемте посмотрим еще на хозяйство. На хозяйство. Вот посмотрите. Кто у вас шутил, что музей крючков? Папа, да, ваш? Да. Музей крючков. Но дело в том, что когда в семье очень много мальчиков и нету девочек, то они все время скажут, мам, где щетка? Мам, где топорик? Мам, где молоточек? У меня, я говорю, за бани. И они приходят, вопросы заканчиваются. Они все видят глазками. Можно это, конечно, спрятать все в шкафчик. Это будет намного, наверное, аккуратнее. Ну, здесь у нас такое место, которое, в общем-то, здесь все очень классно. Да, но и вопросов у меня меньше, больше свободного времени. Потому что люди все, ну, дети все знают, где взять виллы, где взять грабли и так далее. Велосипеды у каждого. Велосипеды, кстати, да, вот они прям снимают. Потом я говорю, не забывайте одевать обратно. Ну, сейчас вот внук появился. Трактор, его не подвесишь. Незадача. Его уже не подвесишь. Вот вы не первый же год выращиваете тыкву в таких вот. Да, мне понравилось. Она любит тепло. Я туда прям чистого компоста практически насыпала, у папы взяла на огороде. Надеюсь, что будет урожай. Я сделала тыквенный сок с добавлением вяленого манго. И получился такой мультисок. Ну, тыквенный нектар. Ушел на ура. Все спрашивают, я говорю, сезон закончился, ждем нового урожая. А это? Это виноград. Он подмерз, конечно же. Там еще один совсем, наверное, замерз. Ну, вот надеюсь, что в этом году он окрепнет. И буду, наверное, укрывать. Это был эксперимент на Алтай, по-моему, фирма. Ну, вы его снимаете, да? Вот он туда так вот проник. Я вытаскиваю его. Он все равно туда рвется. Я вот здесь вот сверху поставлю. Наверное, мы еще продлим вот этот андулент с той стороны, чтобы он туда не уходил. Здесь свелся, не слушается. Забыл, хочет туда. А что же ему там? Ему там тепло? Ну, уже виноград завязан. Вот немножечко. Вон, вон, вон тут. Вот под листиком. У тебя, господи, вот это желтый виноград. Надеюсь, что будет. 20-20 процентов. Да? Так, тогда нам, наверное, это... Так, а здесь у нас... Кустодержатели... Вот эти кустодержатели два, да, у нас здесь стоят? Два. Вот большие классические кустодержатели в прошлом году мы привезли и вместе их поставили. Что скажете? Хочу уже три. Уже все понятно. Хочу уже три, потому что, во-первых, не мешает проходу. Ну, у меня тут такое место. Во-вторых, ягода вся наверху, ее видно легко собирать. Вот. И мне кажется, вот... Быстрее, наверное, они у меня и созреют, аж солнышко видят, ненакрытое, не упавшее. Скажите, как вы их уберегли от заморозков? Накрывали цветения? Нет, не накрывала. Вот. Не накрывала. Мне кажется, здесь вот просто тепло. Здесь от бани закрыто, да. А здесь у меня лутрасил везде был расстелен. Я укрывала и чеснок, и этот. Я думаю, здесь ему просто вот... Повезло. Повезло. С местоположением. Да, ему повезло с местоположением. Потому что у меня у подруги даже смородина... Я вот специально, когда вот сразу же про эти ягоды думаю, интересно, как там с ягодами, да. Не, вот... Первая была мысль про ягоды. Не померзли ли. Все отлично. Ну, слава богу. Я... У меня были какие-то сомнения по поводу веткоположения. Потому что она же всю жизнь вот так вот сидит. Вот. А здесь вот ей вот так вот. Думаю, интересно, вот сколько движений там у нее в голове, там ничего не поменялось. Кринективный диссонанс не случится. Да. Не, все нормально. Вот. Ну, ягодки наливаются хорошие. Ягодки наливаются, ягоды есть. Вот. Осталось только вот попробовать на вкус. Ну, это мы в следующую передачу. Обязательно попробуем все. Поэтому вот еще один здесь. По нему прям видно. Вот этот выбился. Ну, все равно его видно. А можно подвязать его, кстати, вот к этому кольцу, да. Здесь у него есть место. У меня тут пересадки были небольшие. Поэтому этот... Ну, вот он прям видно, как он усыпан. Держится хорошо. И косить меня удобно. Потому что как прокашивание я вечно там без ветки какой-то остаюсь. Здесь со всеми ветками. Ушла как бы в августе. Наверное, уже соберем. Отлично. Кусодержатели рекомендую. Потому что те колхозные варианты, которые, ну, как-то предлагаются, ну, там какими-то пластиковыми арматурой завязать. Шестерка есть. Десятки поставить. Шестерка и обмотать. Не, не моя история. Мне вот нравится вот так. Тем более у меня... Я тебе тоже так всеми говорю. Если что, то да. Не. Вот. И тем более это вот как-то вот оно все вот друг с другом разговаривает. У нас же сейчас появились разборные косодержатели. Вот я на те смотрю. Которые без одежки-то. Которые в зеленых трубочках стоят. Да. Да, вот там планирую. Вот я же говорю, вы спрашиваете, как? Я говорю, хочу еще три. Да, этим все сказано. Да, этим все сказано. У меня без комментариев. У нас там кончается зарядка. Я думаю, что мы прогулочку все показали. Теплицу не показали. Ну, может быть, тогда следующий раз, когда он помидор может. У нас здесь, и там вот еще рудбеки большие. Рядом с этой. Вроде так вот из... Вот это вот мне интересно. То, что цветочки как бы вписываются металлические. У меня вообще никаких сомнений нет. У нас еще там, кстати, большая анемона. Мы мимо нее прошли гордо. Ну, ладно. Вот. Мне вот это вот интересует. Как вам оно? Шикарно. Значит, она пережила у меня зиму. Так. Вот. Весной мы, ну, как бы под зиму мы ее снимали. Легко она снимается. Там какую-то перезагрузку мы делаем. Устанавливаем теплитель. Все это обратно закрыли. Никто матом не ругался. Вот. Из мужской половины. Все удобно. Я поняла, да-да-да. Без французского. Да, потому что иногда бывает... Да. Вот. Шикарно. Меня вообще вот устроило на 100%. Я все еще тут подумаю. Может, какой-то вьющийся закинуть на него. Но пока вот не было времени. Потом я об этом подумала. Одинственное, что у меня чуть-чуть провалился. Ну, потому что он и веет какой-то вес. Я просто подставила аккуратно кирпичики. Ну, брусчаточку. Я, кстати, обратила внимание, кажется, так даже еще завершеннее стало. Под каждую ножку. Тем более здесь у меня все время что-то зарастает. Они особо не бросаются в глаза. Тем более, в любом случае, у меня там брусчатка стоит в районе этого шланга. И вот это единственное изменение за прошлый год по этому поводу. Да, а это вообще шикардосно. Все думают, что он такой прям вот тонно. Ядро. Тонно. А потом раз так и приятное. Можно даже какой-нибудь... Ну, я сейчас присмотрела такие интересные. Ну, вот я не знаю, доберемся мы до них или нет. Такие в виде артишоков такие. Вот можно будет потом сюда не шарик, а артишок сделать. Хотя, с другой стороны, у вас тема шариков очень такая. Ну, у меня, да. Кстати, это, по-моему, и по феншую хорошо. Ну, прекрасно. Друзья, мы в саду у Фариды. Мы тут всей компанией приехали. Сегодня стригли. И вот хочу вам показать, насколько красиво можно сформировать растение формой зонт. Сегодня я как раз вот подстриг сверху. Тут даже пришлось на стремянку вставать, потому что этот чебушник практически до второго этажа достает. И видите, как... Хочу такое сакцентировать ваше внимание на таком моменте, как вот нижняя юбка. Вот любая форма стриженная, она будет хорошо смотреться, если у нее ровные края. То есть вот контур должен быть четким. И более того, вот эта вот форма висячая, как будто... Вот видите, как будто копна цветов, вот такой вот зонтик висит в воздухе. Вот там вот нога, я там почистил, снизу немножечко веточки убрал. Ну и, естественно, как бы вот провел такую линию по верху. Да, и получился такой зонт. Вот эта форма, она наиболее красива, вот в моем понимании. Вот тут рядом тоже можно увидеть зонт поменьше. Он тоже сегодня был, ну, в такую промежуточную форму сделан, да. То есть получается центральная нога из многих стволов. И вот такая вот, ну, как это, крышка сверху, да, зонтик. Здесь, конечно, уже вот этот чубошник, он гораздо старше. И здесь просто вот получилось уже прям идеально его сделать. Вот, поэтому стригите свои растения. Это всегда придает особый шарм любому растению. То есть стриженное растение, оно привлекает внимание сразу. Вот, конечно, это требует инструмента определенного, чтобы достать до такой высоты. Но оно того стоит. Вот, вот, это просто как живая скульптура. Вот, так что красивых вам садов. До новых встреч. Шарики, феншуй хорошо, как и фриды, хороший феншуй. В саду это чувствуется, это и пообщение чувствуется. Мы желаем всем хорошего феншуя. Да. Выращивайте сады и будьте счастливы. Будьте счастливы. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok